МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В студии Виталий Матюшин. Главная тема выпуска. Любимый город, мы гордимся, что все принадлежим тебе. Наш город – это мы. И ты, и я, и мы. Брест празднует День освобождения и первый в новом тысячелетии день рождения. Расти наш город, становись только лучше и красивее. Победы и достижения, а также планы на будущее. В Брестской областной организационной структуре ДОСААФ прошел третий пленум совета, участие в нем принял председатель Центрального совета ДОСААФ Республики Беларусь Иван Дырман. Достойный труд, достойные награды. В Брестском областном объединении профсоюзов прошло торжественное награждение победителей конкурса профессионального мастерства умельцы Брещины. Об этом и не только прямо сейчас. Ровно 76 лет назад, 28 июля 1944-го, от немецко-фашистских захватчиков был освобожден последний белорусский город – город Брест. Пришла мирная жизнь, наступила непривычная, но такая долгожданная тишина. Этот день останется в памяти благодарных потомков на века. Низко до земли кланяются наследники поколения победителей ратному подвигу советского народа. Благодарят освободителей чтят память павших героев. День освобождения Бреста в этом году в силу разных причин не был таким масштабным, но он был как символ того, что подвиг и память о героях-освободителях сохраняются не только в монументах, но и в сердцах людей. Освобождение Беларуси в далеком 1944-м стало для Советского Союза символом того, что война для большого народа окончена, победна. Успехи армии поднимали дух людей и воодушевляли на новые подвиги. Это были уже подвиги не только военные. Начинать пришлось с нуля. Минимум техники, большинство зданий разрушено, а жить дальше нужно. Это было так давно и так недавно. Среди нас еще есть те, кто помнит, как Брест, словно птица-феникс, выставал из пепла. И то, каким он стал сегодня, спустя больше 70-летий, достойное продолжение всего того, что было здесь заложено людьми с любовью и теплотой. Когда за Кобринским мостом пригород, Тришинский сельсовет был, Дубровка, Матыкальского сельсовета был, в город по-советски ходили автобусы. Так что, так самое, неузнаваемо. Против 60-х годов это небо и земля, так самое. А за последние несколько лет вообще похорошелось? Прекрасно. Я сам россиянин, я в Москве окончал институт, так самое. Вот, железнодорожник. Я объехал полностью Советский Союз. Вот. А вот сейчас остановился, 60 лет уже в Бресте. Ну, дети у меня под Москвой, зовут меня в Москву. Я в Москву знаю, как говорят, пять пальцев, так самое. Вот. Ну и куда-то. Я прирос в Брест. За многолетнюю историю существования Брест видел огромное количество войн и сражений. Неоднократно подвергался нападкам свирепствующего врага, серьезным разрушениям. Но каждый раз, непоколебимый перед сложностями, город возрождался. Начиная новый путь развития, становясь краше и уютнее. Но представить это без того подвига, который совершил советский солдат на этой земле, просто невозможно. В честь каждого героя у подножия памятника на площади свободы каждый год возлагаются цветы. Как всегда, встречаешься в большем настроении. Так и сейчас. Все же освобождение города, это большое дело было. Так что, с новостями я встречаю, каждый праздник хорошо. И это сегодня тоже. Памятные мероприятия продолжились на площади цеременялов мемориала Брестской крепости-герой. Возлагая цветы к вечному огню, минуты молчания участники действа почтили память защитников цитадели. Легендарный подвиг советских солдат – значимая глава в исторической летописи Великой войны. Она стала основой того успеха, который есть у нашего города сегодня. Отдавая честь павшим и живым по площади цеременялов, торжественным маршем прошли и нынешние защитники Отечества. Сегодня Брест держит уверенный курс вперед. Активно развивается каждая из отраслей. Появляются тематические арт-объекты. Из года в год областной центр благоустраивается, преображается. 28 июля 2020 для юго-западного микрорайона номер 5 официально станет днем рождения. Строительство на участке практически завершено. Большинство домов здесь возведено силами специалистов Брежилстроя. В день очередной годовщины освобождения здесь было открыто транспортное сообщение нового формата. Улица Якельщика вышла на улицу Мытную, которая является продолжением западного обхода, предназначенного для объезда центра. Таким образом создавая объездное дорожное кольцо вокруг города. Это новый микрорайон нашего города. Я думаю, что у нас развитие строительства микрорайона юго-запад 5. Еще один микрорайон построим, лейтенант Рябцева. И дальше будем уже оптимизироваться в рамках этой территории. Важно, что темпы не теряются, что по жилью мы лидеры в республике среди областных городов. Ну и видите, европейские подходы, велодорожки, тротуары, широкие зоны, бульварные зоны. И то, что это не улица в том понимании архитектурном, а микрорайон лично мне больше нравится. То есть здесь широко. Поэтому сегодня, между прочим, день освобождения, это как раз день рождения микрорайона юго-запад 5. И когда здесь уже будут полностью люди заселяться, мы будем говорить, что ваш день рождения совпадает с днем освобождения 28 июля. В данном районе принято ряд, ну, как бы, достаточно современных и таких прогрессивных решений. И начиная от транспортной инфраструктуры и, в общем-то, заканчивая дворовыми территориями и самой, как бы, застройкой. Если говорить о транспортной инфраструктуре, значит, магистральные сети, район в ближайшее время будет подключен, по сути, к западному обходу. Улица Икетчика, на которой мы сейчас стоим, она выйдет, значит, она выйдет на западный обход. Улица Мытния – это и есть продолжение западного обхода. Поэтому, ну, это все одна такая большая коммуникация, предназначенная для быстрого объезда города. 28 июля на карте города появился еще один новый спортивный объект. На территории средней школы номер 24 было открыто спортивное поле для игры в мини-футбол. Конечно, чтобы добиться чего-то большего, необходимо, конечно, начинать с детско-юношеского футбола, создать условия в детско-юношеских всех школах. И там, где есть отделение футбола, как здесь, в 24-й школе, у них же есть отделение футбола. Поэтому было принято решение, что действительно такое поле им нужно. И уже плюс развиваем массовый футбол, и тогда уже будут появляться ребята и в клубах второй, первой лиги, высшей лиги, и в сборной. Это поле будет не только для учеников данной школы, но также и для жителей микрорайона, потому что оно позволит приобщить больше молодежи, деток к спорту, что очень важно в наше время. И это является одной из главных задач не только в районе, в городе, но и всей республике. Не обошлось в программе и без арт-объектов. Оригинальная скамья появилась в парке культуры и отдыха. Здесь не было торжественных открытий и перерезаний лент, ведь не это главное. Важно то, с каким настроением люди будут сюда приходить и думать о том, что они живут в лучшем городе, и что лучше Бреста нету места. А планов на будущее еще очень и очень много. Есть интенсивный путь развития города, есть экстенсивный. Иногда обустройство, вот это комфортное переформатирование, оно более важно с точки зрения городской среды. И вот у нас вестник резерва еще более чем достаточно. Есть поддержка главы государства, есть поддержка руководства области, есть самая главная поддержка Брещан в этой работе, понимаете? Вот это замечательно. Поэтому лучший подарок для освобождения, вот сегодня новый микрорайон мы и получили совместными усилениями. Важно сейчас, вот здесь есть пятно под стройку новой школы, школу со временем заложить, важно заложить новые объекты. То есть не надо к какой-то дате нам спешить, надо планово, как это мы делаем с нашей набережной. Понемножко, планово, но набережная движется в сторону крепости. И я почему-то не сомневаюсь, что скоро, в следующем году или через год, с участием главы государства, мы будем открывать уже набережную Добрестской крепости. С удовольствием поздравляю Брещан с днем освобождения нашего города. Это пока не день города в том понимании, как мы хотели, но в следующем году будет у нас шикарный день города. И мы в этой ситуации уверены, что будет еще лучше, и наш город будет развиваться еще большими тэпами. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Букунович, Павел Малышин, Дмитрий Лазарчук. Специально для программы «Итоги недели». Отойдя от привычных стандартов формирования информационных программ, сейчас мы расскажем о праздничных мероприятиях, приуроченных ко дню освобождения Бреста и к его тысяче первому дню рождения. Ведь сегодня 1 августа. Правда, в нынешнем году это событие Брещане будут праздновать без крупномасштабных мероприятий. Скромно, но с душой. На следующий год были перенесены город света, международный парад оркестров, карнавал, фестиваль облака молока, ночной концерт на площади Ленина и многие другие. Но расстраиваться не стоит. Сегодня у горожан и гостей города есть возможность изменить знакомую программу и найти для себя что-то новое. Праздник – это праздники. Брещане веселятся и поздравляют Брест с днем рождения. На пешеходной улице Советской светомузыкальный фонтан в день освобождения города проснулся и снова запел. Горожане собирались возле арт-объекта, чтобы насладиться не только быстро сменяющимися потоками воды, но и музыкой. К слову, фонтан был не единственным в списке праздничных мероприятий. Еще одной точкой, где собрались люди, стал праздничный концерт «Память сердца». Эту программу мы готовили давно, потому что она была изначально задумана к 9 мая. Но так получилось, что 9 мая был немножко так и по известным объективным причинам немножко перенесен. Поэтому мы все сосредоточились сегодня. Программа посвящена дню освобождения города Бреста и, естественно, нашей победе. И пусть ты даже умираешь, но все равно ты побеждаешь. На Брестском Арбате звучали песни в исполнении брестских артистов под аккомпанемент городского духового оркестра под управлением Валерия Коваля. В этот вечер в соответствии с датой звучали песни в основном военно-патриотической тематике. А завершающим аккордом праздничного концерта стали вальсирующие пары, которые добавили зрителям положительных эмоций. А сегодня, в день рождения города, возможность наполниться не только хорошими эмоциями, но и полезными приобретениями была у каждого. Знакомая многим брещанам ярмарка ремесленников порадовала своим разнообразием. Здесь можно встретить мастеров разного толка. Гончары, кузнецы, ткачи, рукодельницы. Так как мы ремесленники, мы постоянно что-то делаем, мы не сидим без дела, нам все время хочется куда-то руки свои приложить. Что-то было изначально, что-то какие-то мелочевка именно к дню города делалась. Ну, все зависит от того, чем человек занимается. В день города хочется все равно выйти и людям показать то, что мы делаем, и чтобы они увидели. И все-таки видели, что мы существуем еще, мы никуда не делись. Народные умельцы с разнообразным товаром приехали из многих регионов области. Порадовать и горожан, и тех, кто посетил город в праздник. Владимир Литвинчук – настоящий мастер своего дела. Приехал на ярмарку из деревни Заречья, чтобы показать другим свои изделия из керамики. Мы сегодня приехали вот с обварной керамикой. Это древнейшая технология, которая до нас дошла с 10-го тысячелетия. Им и этой технологией занимались наши предки – кривичи, драговичи и родимичи. Вообще обварная керамика, она дошла до нас с Древней Руси, с Киевской Руси. Вот, наши предки, когда окунали раскаленную работу в молоко, ржаной мукой, они верили, что керамика защищает еду от сглаза. Но на этом праздничные мероприятия не закончились. В парке культуры и отдыха начинали свою работу другие учреждения. Уже хорошо знакомый многим горожанам читающий бульвар в этом году поменял не только локацию, но и тематику. Освобождение города Бреста и победа в Великой Отечественной войне – главная тема мероприятия. У нас очень интересные авторы сегодня будут работать. Это два автора из Минска. Это Павел Гушенец и Дмитрий Юртаев. Это молодые авторы, но которые не обходят в своем творчестве тему Великой Отечественной войны и памяти о ней. И подают они по-своему. Они молодые, они по-другому видят события тех ушедших дней. И это особенно интересно. И как завершающий гость наш – это Георгий Томашевич. Многие его знают. Это наш журналист известный, это наш любимый из авторов из Союза писателей Беларуси. Он также будет у нас здесь выступать. И как завершающий итог мы можем, мы даем всем возможность выступить, прочитать свои любимые стихотворения о войне. Здесь можно было полностью погрузиться в атмосферу военного времени. Помогала в этом не только выставка книг, но и необычная фотозона, где была возможность примерить на себя плащ-палатку и покрутить ручку полевого телефона. К слову, не отставали и музеи. В парке культуры и отдыха специальную выставку подготовили Брестский областной краеведческий музей и музей истории города. Познакомиться поближе с прошлым и настоящим родного края – увлекательное занятие. Но это только начало. Самые интересные моменты еще впереди. А значит, праздничное настроение будет обеспечено всем. Брещане уже поздравляют родной город с его тысяча первым – днем рождения. Я желаю брещанам сохранить свой город таким, какой он сейчас есть, и улучшить его. То есть он очень теплый, он очень солнечный. Нам сегодня повезло с погодой, наверное. Поэтому мне всегда очень интересно сюда приезжать. Я каждый раз открываю что-то новое. Пусть Брест останется таким же теплым, светлым, солнечным, какой он есть. Хочу поздравить всех брещан с этим хорошим праздником. Хочу пожелать вам хорошего настроения, чтобы у вас всегда все было в жизни слаживалось и всегда сопутствовала удача. Мы уже здесь второй раз. Да, нам очень понравилось. Мы были год назад. У вас классно, чисто, душевно. Люди добрые, хорошая. Брестская крепость. Да, нас впечатлила. Очень впечатлила. Хотим еще вечером вернуться, посмотреть, как она подсвечивается. Да нет, все очень классно. Все очень гостеприимно, душевно. Всех поздравляем с днем города. Ну, в общем, вы замечательные люди. У вас очень хорошо. Процветайте, будьте здоровы. И радуйтесь, что вы живете в таком замечательном месте, как Беларусь. Вы смотрите программу «Итоги недели» на БУК-ТВ. Мы продолжаем. Перспективы дистанционного обучения, закупка электромобилей и расширение автопарка. Эти и многие другие вопросы стали темами 3-го пленума Совета Брестской областной организационной структуры ДОСААФ. Участие в мероприятии принял председатель Центрального совета Иван Дырман. В рамках заседания были подведены итоги деятельности организации за полугодие, а также обозначены приоритетные позиции по дальнейшей работе. Третий пленум Совета Брестской областной организационной структуры ДОСААФ стал не просто итоговым совещанием. Традиционно такие мероприятия – площадка для принятия важных решений, которые определяют будущие организации на ближайшие несколько лет. В очередной раз в центре внимания подготовка водителей разных категорий, причем как для гражданских, так и для военных специальностей. Качественное обучение удается обеспечивать благодаря современной материальной базе. Более 40% автомобилей, находящихся на учете в областном объединении ДОСААФ, в эксплуатации менее пяти лет. Подготовка военных кадров проходит с помощью комплексных лабораторий и хороших машин большегрузов. А скоро в автопарках ДОСААФ появятся и электромобили. Мы не хотим, покуда весь парк переводить на электромобили, но вопрос закупки уже реально у нас решается. Я думаю, что в каждой области мы закупим по несколько электромобилей, посмотрим, как у нас это пойдет. Если надо, будем закупать больше. То есть проблем с закупкой у нас нет. Этот год для ДОСААФ был отмечен еще несколькими достижениями. В Бресте начала работу группа, где получению прав готовятся люди, имеющие проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Событие долгожданное и яркое. Я проходил постоянно медкомиссии, пытался в автошколу какую-нибудь записаться, но не было возможности из-за того, что отсутствовал автомобиль. Мне предлагали как бы в Минск, но это не очень удобно. И сейчас появилась такая возможность, поэтому я рад. В целом первые полугодия, несмотря на период пандемии, прошло достаточно результативно. За первые полугодия подготовлено более 500 специалистов-водителей разных категорий. Мы занимаемся подготовкой водителей всех категорий. Это АМОД, склисты, Б, легковые автомобили, Б, С, легковые и грузовые. Переподготовка на Е с прицепами и на автобусах. Значит, в первом полугодии впервые открыта подготовка водителей для лиц с ограниченными возможностями, для инвалидов. Группа уже занимается, люди довольны, что приобретен автомобиль, оборудован дублирующими педалями и, естественно, ручным управлением. Вперед пандемией стал поводом задуматься еще об одном направлении в обучении – частичном, дистанционном. Опыт уже есть, и его можно использовать во всех регионах страны. Мы подготовили новые программы и в онлайн-режиме преподаем все это дело. Экзамены мы принимаем по темам, они приходят обучаем сдавать. То есть, короче, мы рассаживаем, соблюдая дистанции, и они по группам сдают за какой-то определенный период. И таким образом мы подготавливаем их к экзаменам. Но уже практического вождения, то само собой, тут надо водить маска, как положено, перчатки, обработка ручек и все такое. По основным показателям, Брестская областная организационная структура ДОСАВ в первом полугодии выглядит достаточно успешно. Приоритетной, кроме вопроса подготовки водителей, останется такая тема, как обучение и поддержка спортивных кадров. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Павел Малышонок, Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. А сейчас о других событиях и мероприятиях. Период пандемии серьезно отразился на разных отраслях экономики. Но, наверное, серьезнее всего он затронул туризм. К сожалению, многие фирмы потерпели серьезные убытки. И это факт. Но идти дальше нужно и уже сейчас, когда ситуация постепенно сбавляет градус накала. Эту цель ставили перед собой представители Брестской торгово-промышленной палаты, организуя онлайн-встречу с представителями туристического бизнеса Брянской области. Участие в мероприятии с обеих сторон приняли как работники отрасли, так и владельцы фирм и организаций. Анастасия Ноздрин-Плотницкая о тезисах и перспективах сотрудничества. Несмотря на то, что стол для переговоров пока виртуальный, разговор шел на реально важные актуальные темы. Сфера туризма в период пандемии понесла серьезные убытки. Однако постепенно государства открывают свои границы. Это значит, что планы нужно строить с чистого листа. И одним из приоритетов должно стать сотрудничество между регионами. Обеим сторонам открытого диалога есть что рассказать и что показать коллегам. Белорусская торгово-промышленная палата в условиях нынешнего, скажем так, мирового кризиса и пандемии принимает активное участие, чтобы поддержать наш бизнес в этой сложной ситуации. В первую очередь пострадала, очень пострадала, конечно, эта туристическая сфера и все, что с ней связано. И мы, Брестское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты, начали онлайн-встречи, такую серию онлайн-встреч с регионами Российской Федерации, именно сначала по туристической теме. Брянск и Брест разделяют достаточно большое расстояние, однако это не мешает строить совместные туристические маршруты. Это направление будет взято за основу в ближайшие несколько месяцев. Для более эффективного знакомства отдельные агро-экокомплексы и гостиницы провели презентацию своих услуг виртуально. В первую очередь мы заинтересованы в развитии туризма в Брестской области. А развитие туризма в Брестской области не может быть без туристов. Не только внутренних туристов, то есть туристов, жителей, граждан Белоруссии, но и, безусловно, и иностранных гостей. Основной поток туристов в Белоруссии в связи с нашим расположением граничным – это, безусловно, российский турист. Это огромная страна, огромные потенциальные туристические возможности у России. Мы находимся рядом, граница рядом. К нам безвизовый въезд, хорошие дороги, хорошая логистика. Нет проблем языковых. Сегодня Брестский регион и город Брест, в частности, имеет достаточно большой туристический потенциал, сердце которого – священный для двух народов мемориал Брестской крепости-герой. В центре внимания – экологический заповедник Беловежская пуща, многочисленные музеи и галереи. Туристов впечатляет в областном центре изобилие арт-объектов, уют и гостеприимство. И, конечно же, национальная кухня. А это значит, что возможностей и вариантов для эффективного сотрудничества достаточно. Главное – грамотный подход и четкая стратегия. Анастасия Назарин-Плотницкая, Павел Малышонок, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ. Торжественное награждение победителей областного конкурса профессионального мастерства умельцы Брещины и смотра конкурса на лучшую организацию профсоюзами общественного контроля по охране труда в этом году состоялось позже обычного из-за непростой эпидемической ситуации. Организаторами престижного состязания традиционно выступает Брестское областное объединение профсоюзов. На сцене уже в восьмой раз в торжественной обстановке 47 лучшим работникам разных профессий вручали дипломы, кубки и денежные выплаты, говоря слова благодарности за достойный труд. Как это было в материале Ирины Кузьмич. Умельцы Брещины – говорящее название областного конкурса профессионального мастерства, где отмечают достойных людей, тех, кто внес значительный вклад в развитие региона. Торжественной и дружественной атмосфере награждали настоящих профессионалов. И несмотря на то, что праздник в нынешнем году был скромным, призы и овации были традиционно значимыми. Почетное звание умельцы Брещины получили представители разных профессий – учителя, водители, слесари, лесничие и многие другие. Конкурс умельцы Брещины мы проводим ежегодно. Мы отбираем самых лучших профессионалов в каждой отрасли. Это у нас и здравоохранение, культура, образование, это наши транспортники, это лесное и коммунальное хозяйство нашей области. На районных этапах также проводятся такие моменты, на которых отбираются самые лучшие и самые заслуженные, самые лучшие люди сегодня приезжают к нам в Брест. А также мы не оставляем без внимания и вопросы охраны труда. Это лучшие общественные инспектора, это лучшие комиссии по охране труда. И у нас таких победителей 18 в этом году. На сцену выходили те, кто выполнял и выполняет на отлично доверенную ему работу, кто трудится на благо и с любовью говорит о своей профессии. В числе удостоенных почетным званием умелись Брещины Оксана Горгун, главный агроном предприятия «Коммунальник», которое вот уже 25 лет остается преданно своему делу. Благодаря усилиям работников предприятия Брестские улицы, скверы и парки ежегодно надевают новый красочный наряд, добавляя городу красоты и даря улыбки прохожим. Это, во-первых, очень творческая работа, и ее делать только с любовью и с душою. Как и все мои работники нашего предприятия, вкладываем свою любовь в красоту города, чтобы сделать и подарить частичку любви, тепла нашему городу. Это было тысячелетие незабываемое наше. И в этом году наши клумбы все обновились и многолетниками, и однолетней рассадой. То есть, чтобы краски города были радостными и радовали не только наших жителей, но и гостей города. Слова признательности за ратный труд говорила Елена Гурина, заместитель председателя Брестского областного объединения профсоюзов, к каждому победителю, а они, в свою очередь, отмечали, что такая награда – заслуга всего коллектива. Ольга Дейнека пять лет назад пришла в среднюю школу номер 13 в роли молодого специалиста, а сейчас получает награду в номинации «Молодой учитель Брещины». Очень хороший у нас коллектив, приняли очень благожелательно, помогали всегда, и, наверное, в этом был и успех в моей профессиональной деятельности, потому что именно благодаря своим коллегам, благодаря поддержке Молодежного совета Брестской городской организации профессионального союза образования и науки, в котором я являюсь уже сейчас председателем, удалось победить в конкурсе «Молодой учитель Брещины» в прошлом году. Ну и это даёт, конечно, определённый стимул в профессиональной деятельности. Конечно, хочется быть лучше. На сцену приглашали и других профессионалов своего дела – представителей профсоюзных организаций. В их обязанности входит организовать безопасные и комфортные условия труда для работников, от чего зависит многое. Очень приятно, что Брестское областное объединение профсоюзов отмечает работу общественных инспекторов, потому что это, прежде всего, работа на общественном начале. А каждая работа должна быть, конечно, замеченной, и поэтому сегодня награда – это награда не одного человека, а награда нашего коллектива, наших общественных инспекторов, работа, потому что безопасные условия труда – это, прежде всего, хороший показатель предприятия, хороший показатель профсоюза, потому что каждый человек ценен, чтобы он был здоров, чтобы он находился в безопасных условиях труда. Это наша цель, цель профсоюза, цель нанимателя. Победители областного конкурса профессионального мастерства умельцы Брещины на личном примере доказали, что главным залогом уверенности в завтрашнем дне является высокий профессионализм дружеников и их любовь к избранному делу. Ирина Кузьмич, Павел Малышон, Акалисон Ромакаревич, телекомпания БУК-ТВ. А завершаем наш итоговый выпуск материалом, который говорит о том, что Брещане – очень творческие, инициативные и креативные люди. И в любом, даже самом маленьком арт-пространстве они готовы предложить очень милые и добрые идеи. В качестве примера расскажем о флаур-кроссинге, который в нашем городе в новом кафе «Мир» опробовала брещанка дизайнер Наталья Романюк. Познакомиться и посмотреть на новую площадку отправилась Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Что такое буккроссинг, брещане знают хорошо. Обмен книгами успешно действует на нескольких городских площадках. Теперь так же просто можно обменяться и комнатными растениями. Чтобы это сделать, не нужны деньги или какой-то особый случай. Достаточно просто прийти с цветком в кафе «Мир». Однажды я поехала в Минск на очень интересное мероприятие, и там был обмен растений. Я, конечно, с собой из Бреста не повезла, но тем не менее, можно было и за определенную сумму, просто пожертвование фонда этой организации, взять любое растение, и я с удовольствием взяла. Мне так понравилась эта идея, что люди приходят, меняются. Я видела, как люди проявляют интерес к этому, как активно идет обмен, и мне это очень понравилось. Я подумала, почему бы не сделать такое, что это аналогичное в Бресте. Я решила эту идею совершенствовать, выбрать хорошее, уютное место в Бресте. Мне очень понравилась недавно открытая кафе «Мир». Оно как раз-таки располагает к такого вида активностям. И я подумала, почему бы не сделать этот обмен растениями стационарной. Мы договорились с работниками кафе, чтобы они выделили определенное место, которое было бы удобно, доступно, и каждый желающий мог прийти в любое абсолютно время и поменяться. Наталья Романюк и стала именно тем организатором-координатором, который сначала предложил кафе идею, а после остался помогать в ее реализации. Несколько раз в неделю девушка приходит сюда, чтобы полить или пересадить растения, которые после могут отправиться в дом или квартиру любого желающего. Мое любимое растение, которое тут бывает, это росток кофе. Он такой пока совсем небольшой, но потом вырастает в большое дерево красивое. У него очень красивые лощеные листья, на них очень приятно смотреть, и они красиво действительно смотрятся в интерьере. Оно неприхотливое. Потом оно вырастает в большое дерево, которое способно приносить плоды. Потом из интересного у нас еще был лимон. Нам его подарили в фонд нашей активности. Это лимон, который способен приносить плоды весом до 400 граммов. Согласитесь, что у многих из нас есть дома такие растения, уничтожить которые жаль, а что с ними делать, непонятно. Например, из росточка выросло настоящее дерево, которое уже не вмещается в выделенное для него пространство. Ответ прост. Его можно принести в кафе. Кстати, среди ценителей флоры не только женщины, но и мужчины. И мужчины, и женщины приходят. Было удивлением, когда мужчина... Самым первым пришел мужчина на обмен цветов. И поменялся на фиалку. Я не помню, какой цветок зал. Но очень интересно, ему очень понравилось. Он сказал, что будет возвращаться еще. Так что, если ваша домашняя оранжерея полнится от изобилия цветущих или наоборот, вы ищите новое зеленое решение для дома или офиса, загляните в кафе «Мир». Лишним не будет. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события, какими их увидели корреспонденты БУК-ТВ. Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните номер в Бресте 54-63-67. Не забывайте, канал БУК-ТВ есть и в социальных сетях. Будьте с нами на Фейсбуке, Инстаграм, ВКонтакте, а также подписывайтесь на наш канал в Ютуб. Я Виталий Матюшин. Желаю вам добрых новостей в ваших домах и, конечно, здоровья вам и вашим близким.